Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем графики на X-Bounty, перекрестки миров за паладина на невозможном уровне сложности. В прошлой серии мы с вами немножко обновились. Ну как обновились? Злобоглазы у нас временно ушли в запас. Ну на самом деле, может и не временно. Будем мы их выпускать, когда это будет нужно. Ну, когда нужно будет контролить большое количество юнитов первого тира. Тогда злобоглазы, соответственно, у нас будут выходить на арену. Ну, а так пока пускай в запасе потусят. Мы с вами зачищаем Монтеро. Зачищаем с переменным успехом. Ну, хотя потерь вроде бы не было, но бои достаточно тяжелые. Поэтому не скажу, что нам прям вот уж совсем легко. Какой заклинание лежит? Телепорт! Да ладно! Ничего себе! Переносит союзный отряд в свободную клетку на расстоянии до 4 гексов. Это очень хорошее заклинание. Круто! Так! Горгул! И озерные дракончики. Ну, блин, очень много горгулов. Плюс у него магия по-любому какая-нибудь страшная будет. Поэтому скорее нет, чем да. Куча змей, инженеры, гоботы. Бронтер. Ну, чисто технически, конечно, можем мы с ними зарубиться. Но у нас пока маны не хватает. Так, да. Ремень я нормально наделал. Ну, как и другой у нас тоже нормально. Но это на восстановление маны. Другой ремень у нас на... Как бы это назвать? На заработок рун, короче. Другой у нас пояс. Ну, надо, наверное, сюда влетать. Слабее очень сильного я здесь уже отрядов не вижу. Хотя можно в центр карты попробовать пробежать. Да, давайте я до центра карты пробегу. Здесь, по-моему, я все позачищал. Хотя вот идут горгуаны. Блин, ну горгуаны. Это еще смешнее, на самом деле, отряд. У них там есть перк, за счет которого они очень много урона наносят. Ладно. К центру столицы... Ну, к центру столицы, господи. К центру гномского королевства пробежали. Здесь хнага, за убийство которой нам как раз дадут камень любви. Приветствую вас в своей лавке. Я знаю, что вам нужно. Вы меняться хотите? Все хотят со мной меняться. Очень приятно. Че меняешь-то? Руны талантов меняю. Ну, давай поменяем. А за пять рун даю две других. Ммм. Понятно. А кристаллы магии меняете? Зачем? Ну, зачем мне эти кристаллы? Куда я их дену? Нам, гномы, они без надобности. Раньше, когда между нами эльфами было мир и дружба, мы их для зеркальной башни добывали. Ну, понятно. Так, че надобно? Если хочешь рун талантов или кристаллов купить, так сразу к делу переходи. Понятно. Этот товарищ продает. Один кристалл магии за 10 тысяч золотых. Ну, кстати, вот здесь можно будет запасаться. 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Ну, кристаллами магии точно придется запасаться, насколько я понимаю. Потому что нам их, мягко говоря, не очень-то хватает. Так, есть смысл с гургуанами зарубаться или нет? Наверное, пока что нет. Давайте залутаем все, что не долутано. Вот они, кстати, и кристальчики, которых у нас не то чтобы сильно много. Добро пожаловать на фабрику рычажных механизмов. Показывай, что есть. Есть боевая секира, есть телепорт, который мы только что нашли. 7 тысяч он стоит. Есть гномы. Есть инженеры. Еще 4200. Миролюбие. У нас есть такое. Здесь его инженер-наладчик. Блин. Ну, это полный комплект. У нас есть полный комплект юного техника-алхимика. Прям вообще полный. Ну как, пока не полный. Осталось его купить. Но осталось купить. Модуль оптимизации нужен. Чисто технически. Если мы его берем. Нам нужны будут тогда еще алхимики-инженеры. Можно даже вот этих двух дроидов взять. 10 плюс 20 к урону. Минус 20 требований лидерства для всех дроидов. Только проблема в том, что... А, тут с перезарядкой. 117 таких юнитов на... 117. Слушайте, он очень сильно лечит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот сколько он стоит, этот модуль? И это регалия. Куда нам вешать регалию? Ну, наверное, вместо офицерского патента можно будет попробовать. 20 тысяч у нас тут нафармлено. Я просто думаю, как-то это не слишком ли дорого для нас будет. То есть 80, допустим, дроидов это уже 24 тысячи. СД-117. Это еще 30 тысяч. Это еще не считая скидки. То есть это уже где-то 1060. У вас сколько? 24. Блин, это я сейчас все деньги на них спущу. Это, конечно, будет здорово. Весело, задорно. Пилить может. Послеплять может. Плюс 5 атаки, плюс 5 к скорости. Метатель огня. Шахтеры. Ну, слушайте. Сейчас я это в любом случае не потяну. Потому что нет у меня... Чего у меня нет? Модуля. Самого прокачанного модуля у меня нет. Модуля оптимизации. Его еще надо... Блин, и здесь минус 20. Это на самом деле очень сильно. Прям безумно сильно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Но я его просто пока прокачать не смогу. Вот я про что. Кажется, все дело здесь продается. Да, вот он. Модуль настройки. Модуль оптимизации. На демонов не хватает. Механический клинок. Ой-ёй-ёй. Так, знаете что? Давайте я, наверное, какое-нибудь заклинание сейчас выкину. Вот баланс сил мне точно не нужен. И миролюбие тоже не нужно. Да, конечно, можно было бы их продать. Но я вот портал демонов все-таки прикуплю. 1865. 3700 дальше. Ну, конечно, всяк у нас Грифон. О, Грифон, господи, Феникс сейчас посильнее. Знаете что? Есть что на продажу? Давай мне этот модуль настройки. Мы сейчас вот так вот. Ф5 сохранимся. И попробуем его улучшить. Так, что здесь? Уууу, да. И это только первый уровень. Не, не буду я, наверное, пока не буду тратить силы на него. Ну ладно, давайте держать в уме, что чисто технически гномов мы можем взять. Вот этих инженеров, алхимиков. Причем их всех достаточно. Но их, повторюсь, надо будет брать, когда будет модуль оптимизации у нас. Когда мы его сможем прокачать, тогда, конечно, будет очень круто. Но пока нет. Топор стихий. А где топор стихий сколько тебе стоит? Одну атаку он сейчас дает. Ну да, видите, здесь огромное количество алхимиков. Давайте я в нас сразу куплю. Вы купили топор стихий, теперь, согласно легенде, нужно посетить обелиски трех королей, чтобы обрести власть над стихиями. Нам играть еще очень долго, поэтому успеем мы еще гномами поиграть. И к тому моменту, наверное, когда мы сможем играть гномами, у нас нормально будет по силе отряд и спокойно мы модуль оптимизации бахнем. То есть чисто технически у нас будут какие-нибудь алхимики, у нас будут инженеры, у нас будут дроиды и пятого, ну не знаю, того же паладина взять. Посмотрим. Хотя бы ради эксперимента можно будет поиграть таким составом. Здесь все остались очень сильные. Ну, гаргуаны, это вообще смертоубийство какое-то. У нас, допустим, оковы магии на 13 тысяч лидерство только бахают. Их тут явно больше. Не знаю, давайте попробуем. Может быть, они очень сильно распределены. Да, они неплохо так распределены. Чисто технически, конечно, оковы магии на них упадут. Упадут ведь оковы магии? Нет, вот только на 70 падают. Ладно, тогда полетели фениксы. 2 тысячи лидерства. 16 всего лишь. Обалдеть. 16 гаргуан. Да, здесь, наверное, как-то надо будет грифонами-то в ближний бой. Ой-ой-ой. 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 Так, на всех настакали двойной урон. Какое-то прям массовое... Массовое рассеивание нужно. Они на всех настакали двойной урон. Это что такое? Так, сокрушающий удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Давайте вот так вот забафаем наших человеков. По нашим гаргуанам попадаем. Не хотелось бы по нашим попадать. Так, ты давай назад подойдем. Поближе к товарищу Фениксу. Война уроны-то очень больно. Блин, а у меня даже маны-то нет. Очень больно нам сейчас будет. Ладно. Ай, на 369. А сколько ходов? Так, еще один ход будет действовать. Тоже двойной урон. Ммм, 438 еще. Нет, убили. Он на 1100. На 900. Еще на 340. Так, мы можем воскрешать. Да, мы здесь можем воскрешать. Но тролли по-любому надо воскрешать. Уж троллей-то терять точно нельзя. Давай шаровую молнию. 27 минус а нуля. Ой-ой-ой. Да ба все еще присутствует. Давай ты, наверное, подождешь. Маладин впритык здесь. Давай тоже шагай. Часть крови на перезарядке. Да хорош, хватит. 55. Это сколько у меня инквизиторов-то погибло? Тюк. Инквизиторов погибло... Ммм, да. 38 штук. Это, кстати, еще не конец, так скажем. Потому что вот этот товарищ, по-моему, еще не бахал. Этим уроном. Могу я телепортировать? Давайте пробовать телепорт. Вот тебя. Давай поближе к паладинам. Будем пробовать воскрешать. Хотя и копии, наверное, надо будет делать. Тех же паладинов. Годяи. Так, сейчас воскрешатся. Да, наверное, сейчас. На 984. 14 воскресили. Но этого все еще очень мало. Идея. Не знаю. Сундук подними. Еще шестерых. 75. 93. 18 еще не хватает. Воскрешение на 820 может бахнуть. Это явно больше, чем вот этот товарищ сделает. Ну, в смысле, его копия. Давайте, наверное, я тогда трачу кристаллы на прокачку. И... 12 штук мы воскрешаем. Теперь идем вот сюда. И из тебя еще воскрешаем. Так, ты подожди им. Ты атакуй. Здесь, наверное, еще раз вшарашим. У него ведь сейчас вот эта суператака будет заряжена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо их прям максимально раздамаживать. Блин, тролль не доходит. Да, магия крови готова. Ой, хорошо призванных. Ой, спасибо, друг. Прям благодарочка. Ну, тогда кладоискатель. Все, до Талова потратили ману, потратили ярость. Ну, это, конечно, вообще песня какая-то. А не отряд был? Просто песня. 4 500. Держи ловушку. Я, наверное, еще хочу один клад раскопать. Да, давайте еще один попробуем. Если уж хотим потом на гномов переходить, то нам просто миллиарды денег нужны. Просто миллиарды. Да, всего лишь 8 тысяч золота за такой бой. Дракончик. Давайте мега-чудо-чудо-чужое яйцо сделаем. 90 лидерства. Из яйца на 9152 лидерство вылупляется. Это фактически... Ну, столько же, сколько у нас сейчас есть. Столько же и вылупляется. Это круто. Так. Опять меняем. на восстановление маны. Ну, слушайте, нам по большому счету... Ну, хотя нет, остались здесь еще очень сильные отряды. Я про то, что, может, и есть смысл под землю сейчас спускаться. Тут-то мы вроде как все зачистили. Хотя вот здесь, по-моему, еще кто-то ходит. Ходят ли здесь еще товарища? Да, он ходит очень сильный. Да, ярость пока не посещена, но и пускай. Так, ребята, одну секундочку. Ну, раз уж рядом, давайте по заданию. Опять ты, че тут ходишь? Горбун прислал меня к тебе узнать про летное пиво. У тебя есть такое? О, да, Горбун знает толк в хорошем пиве. Особое летное. На самом деле его делают из обычного пива. Вроде того, что Горбун у меня берет. Весь секрет в тонкой очистке, особых добавках и, конечно, в маслах. У тебя это пиво есть? Сколько ты из него хочешь? Летного пива захотелось. Здесь у меня целый бочонок летного пива. Для особых клиентов. Трижды отфильтрованное. Как и следующие специальные форсунки. Правила, нормы, процессы, все соблюдено. А с тебя всего 10 тысяч. Я за такие деньги сама это пиво через форсунки прогоню. Ну, дело твое, конечно. Моя цена 10 тысяч золотых и все тут. А то, что принесла, да, я себе из него еще летного сделаю. Фабрика форсунок здесь неподалеку, не заблудишься. Бери свое пиво и иди туда, раз такая умная. А то ходят тут всякие, нос воротят. Да работать мешают. Ну, давайте уж полностью этот квест сделаем. Мне буду я сейчас деньги платить. Давай. Что, у тебя на продажу есть? Окей. Фабрика форсунок. Это, кажется, где-то вот здесь. А нет, не здесь. Это фабрика рычажных механизмов. А где фабрика форсунок? Черт возьми, я не туда собирался. К мастеру лотеру на Монтеро. Пиловарню разлива. А, вот они. А, вот они. Да, фабрика форсунок. Ну, давай сюда. Я хочу прогнать пиво через форсунки. А, летного захотелось. А, ты знаешь, что он в хорошем пиве. Наши летчики и моряки только летные пьют. Против качки самое то. Давай сюда свое пиво. Я его прогоню через масляный форсуночный фильтр. Он у нас специально для того и поставлен. Даже денег с тебя не возьму. Да ведь этот фильтр весь машина масли. Конечно, в масле. Думаешь, почему летное пиво получается такое легкое и желтое? Именно из-за примеси машинного масла. Ну, понятно. В жизни, говорит, больше вашего пива пить не буду. Летное пиво. Использовать. О, песня ветра. Бочонок очень плотно закупорен. Вам никак не добраться до цены жидкости. Однако, вам удалось обнаружить прилипшую ко дну бочонка складскую бумагу, которая была написана на свитке заклинанием странников. С очень романтичным и летучим названием. Деликатная очистка через масляные форсунки передает этому пиву его удивительное качество. А также характерный вкус, цвет и запах. Характерный для машинного масла. Так, заклинание, песни ветра. Призывает отряд летающих или любящих вольных ветер существ в армии героя, если для него есть место. Лидерство равно текущему лидерству героя. Вот как-то так. Может быть, сразу тогда отторобаним это пиво? Нам там ничего не надо на Вероне. Случайно. Да ладно, все равно, в принципе, время на это не тратится. Сразу уж этот квест закончим. Ну да, конечно, то, что комплект... А я вообще не помню. Мне кажется, вот этот комплект гномов я сколько раз играл, ни разу не собирал. Причем специально даже думал. Дай-ка вот за гномов пройду. И вот искал, искал и ничего не нашел. А здесь бац, я не собирался за гномов играть. И пожалуйста. Вот оно. Все есть. Так, дружище. Ты все еще смертоносный. Да, ты все еще смертоносный, дружище. Могу... Ой, ее нет, застрял. Застрял, застрял, застрял. Давай. Смогу я мимо тебя пройти? Как ты думаешь? Кто-то он какой большой. Да, смог. 22-й уровень, а непобедимый. Что такое? Какой-то он слишком крепкий. Так, а здесь еще герои никак не поменялись по силе. Смертоносный, 34-го уровня. Какие-то товарищи немножко крепче, чем хотелось бы. Вот твое лучное пиво. Ха! Этот цвет и запах я узнаю из тысячи. Летное пиво, оно самое. Клиенты будут довольны. А ты знаешь, как это пиво делать? Его прогоняют через масляные форсунки. А, вот значит, почему оно дает машину маслом. Да у меня какая разница, с чего я гномы делал. Сам я пиво не пью. Давай, счастливо. Ничего у тебя нового не появилось? Жалко, а то было бы неплохо, если бы ты, конечно, ассортимент свой улучшил. Смертоносный. Ну, 698 морских волков, это, конечно, сильно. Зато там есть башня волшебника. Слушайте, давайте попробуем. Давайте попробуем. Только потери, конечно, будут сейчас страшенные, наверное. Готов я к страшенным потерям? Не уверен. Рунные чародеи. В принципе, у них отхил, у них призыв. Здесь, ну, чисто технически есть кому, конечно, засыпать. Ладно, давайте попробуем. Че надо? Еще один копатель могил. Так, так, так. Ты раскапываешь могилы, это отвратительно. Отвратительно. Ха-ха. Да ты хоть знаешь, что у меня есть лицензия короля Домониона. Все законно. Ну, законно, значит, законно. Давай попробуем между собой устроить. Самый обычный грабитель могил, прикрывающийся разрешением короля Домониона на поиск изъятия сокровищ и ценностей в древних захоронениях. Захоронение ях. Ох, есть, курить. 300. Хотя 300, у меня 234 морских первых этих волка может быть. Ну, вот, конечно, тут отрядец на 519 душ. Ну, к слову, здесь злобоглазы, может, и помогли бы мне. Ну, ладно. Может, здесь как-нибудь поджечь пацанов? Я боюсь, как бы 349 меня не сваншотили. Пока живем. И хорошо то, что загорелись. Так, сундуков на карте нет, а то мародеры сейчас быстренько подпрыгнут. Так, у нас... О, тролль, кстати, ускоренный. Тролль, значит, побежал. Так, а какая магия у тебя есть, дружище? Ядовитый череп на 393. Неприятно. Хорошо. Убили, но воскреснет. И убили одних священников. Это тоже здорово. Можно, кстати, через стенку как-нибудь поиграть. Зажмем их тут. И пускай тусят. Давай инквизиторам ход вернем. Так, ну этого товарища просто отбрасывать надо. У него скорость 2. А, давайте отбросим. В принципе, 10 таких ударов, и он плюс-минус умрет. Сейчас тут, конечно, Фениксу не поздоровится. Так, ладно, этих пацанов попробуем убить. Можно еще, конечно, испуг накинуть. На кого-нибудь из них. Видишь, в отряду 14 тысяч. Видишь, в отряду 13 тысяч. Ой-ой-ой-ой. Я, наверное, даже подожду Фениксом просыпаться, чтобы они его прямо сейчас не убили. Да, давай ты подождешь. Ты тоже подождешь. Ой-ой-ой. Отравил, отравил. Значит, лечим. Это самое отравление. Ты отходи и бафай. Так. И подожди, наверное. Поближе их подпустим. Я тоже по своим попаду. А если так? И тоже в небесных стражах. Ну ладно, тоже, наверное, подождем пока. Эх, жалко, не кританула. Тут можем вообще стенку поставить. Как минимум один удар она впитает. Давайте я так и сделаю. Ну, спират. Так, получается, ждем. Я не знаю. Страшно троллями влетать, если честно. Уж больно сильно они бьют. О, отсюда как. По двоим. Давай вот так, значит, бахнем. А теперь пришла пора Фениксу просыпаться. На этот ход его не кокнут. Это хорошо. Если пирата убьют вот этого нашего, то разбойники смогут вот отсюда ударить по... По кому? По паладинам. Ай-яй-яй. Ладно, со второй попытки уберем. Так, у вас все. Разбежка. Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо. Давайте, наверное, я... А я вот так вот сделаю. Два тролля внезапно появляется. А здесь еще, ребят, подожжем. Отряды большие, будут прекрасно гореть. Так, здорово, что опять в страже прилетело. Так, призванные тролли танкуют. Наши пираты живут. Грифоны ждут. Священники умирают. Ай-яй. Грифонщик отъехал. Жалко, что не кританули. Пойди, пожалуйста. Спасибо. Так, во сколько инициативы? Семь. У нас шесть. Он раньше ударит. Ну ладно, тебе ударим. Тебе ударим. Вроде как-то не пробегают, но можно, конечно, и откинуть. Вот этих, наверное, я сейчас откину товарищей. Да. Они по-хорошему должны в призванного тролля ударить. Здесь ударим просто, чтобы удар сагрить. Да, призванный тролль один гибнет. 41-62. Ну, паладинами воскресим. В принципе, не критично. Если кого-то потеряем, Грифон, допустим. А, нет, он опять же-таки дух решил бить. Ну. Его полное право. Так, нет, дружище, ты жди сначала призванным вшарашем. Немножко втанкует. Ну, а еще и вечером он на фулл подхиливается. Почти на 4 тысячи. То, что промах это плохо. А то, что сейчас попало, это хорошо. Добьем. Ой, красота. Ну, тогда здесь ловушка нужна. Чтоб товарищ пират не подбежал к нам. Это плохо. Я бы даже сказал, очень плохо. Надеюсь, что хватит у наших воскрешателей. А, нормально, он захилился. Окей, он захилился. Не успел окаменеть. Троли, они же окаменеют при гибели. Получается, призванные тролли... Да, яй-яй, как много промахов. Ты чего? Как-то слишком много промахов. Это плохо. И опять в тролля, ну ты даешь. Пять в тролля. Ладно, давайте здесь попробуем. Не буду я сейчас пытаться... Искать. Только не крит. Да чтоб тебя, ну как так-то? Зачем крит? Так, что-то выпало. А это что такое? Официальная бумага Королевского Искателя Сокровищ. 7 золота за пой, плюс 1 морали разбойникам и мародерам. Эта бумага подтверждает, что поддатель всего состоит на службе Короля Доминиона в качестве Королевского Искателя Сокровищ. Все печати и подписи прилагаются. Возможно, она даже настоящая. Интересно, но на этом этапе игры вряд ли уже кто-то играет. Пиратами-разбойниками. Ух ты. Ух ты. Так, ну платье мы по-любому покупаем. Башня волшебника, а здесь паладины и алхимики. Ну серьезно. Маги где? Где архимаги? Так, кто у меня погиб-то? Ну, на самом деле, дурацкие потери. Но, да, сами все видели. Не надо было стрелять, надо было воскрешаться. Зачем выстрелил, я не знаю. Надо было воскрешаться. Про рыцаря я, кстати, вообще что-то даже думать забыл. Кстати, с телепортом. А это уже не так плохо смотрится. Их можно просто закидывать в ряды врага и рубить их в капусту. Ну ладно. Нам по-хорошему, наверное, один бой остался, и мы повысимся. Смертоносный. Куча луж... Ой, ой, не-не-не, там что-то вообще какие-то эти страшные цифры. Такие цифры... Они страшные, и смотреть на них страшно. Это ужас какой-то. Так. Блин, а я не с тем поясом дрался. Ай-яй-яй-яй-яй. Я дрался с магическим... Послушайте, может тогда еще одного героя какого-нибудь отмутузим. Ну, семь гигантов это, конечно, много. Это прям... Нормально так. Это, кстати, товарищ стал просто очень сильным, без смертоносного. Ну что, тогда попробуем рубануть. Подождите, вот магессы, магессы, магессы. Я сохранился вам. Давайте посмотрим, сколько стоит улучшить. Не сколько стоит, точнее, а какие силы. Ну, семь девятьсот. Да вы с ума сошли. Архимагий! Вот, ё-моё. Что вы здесь делаете? Две сто. Не, ну, маловато пока. Маловато бью. Надо немножко попозже сюда влетать. Ну, даже сам... Это, на самом деле, немножко несправедливо, как по мне. Потому что, ну вот, допустим, простой меч. Он улучшается, но не в самую страшную пушку. И просто смотрите, какие ребята его охраняют. А, нет, кстати, 3200 всего. Слушайте, а может тогда попробуем? Да, попробовали. Не, подождите, давайте... А если я его улучшу, что он мне даст? Ну, можно будет Копьё Ярости заменить, допустим. Меньше Ярости, правда, в бою будет приходить. Ну, посмотрим. Вот она, по-моему, пушка эта, рунная, даёт 2 интеллекта и 2 атаки. 2 интеллекта и 2 атаки. Здесь гоблины-шаманы, здесь орки-вожди, берсерки. Ну, опасные, на самом деле, пацаны. Так, а мне нужен здесь... Не, наверное, без злобоглазов обойдёмся. Давайте попробуем. Тут повысится 772. Обалдеть. Так, 141. Да тоже обалдеть. У меня, правда, злобоглазов... А, нет, есть зверя. Но они сходят быстрее, чем товарищ друид. О, первый адреналин всего лишь. А то, а чё это? А чё это только первый? А у тебя шаманы сразу на третьем, и там чё, у них запасы миллиарда адреналина. Ладно, давайте, наверное, попробуем поджечь их. Тут, скорее всего, товарищи-берсы сразу влетят и убьют нашего феникса. Всё-таки их слишком много. О, у нас тоже друиды. Так, ну тут, наверное, надо вот этих товарищей убивать на 3000 урона. Смотрите. О, нет, феникс. Феникс. Обалдеть. Плохо, конечно, его лечить нельзя. Было бы совсем круто. Один сгорел. Выстрелить решили. Ну, троллю нас лечится. То есть, как бы, троллю вообще по барабану все вот эти атаки. Ну, а то давай пиратов. Может, даже убьём. Ох, 3000. Так, подожди, а берсерки пробег? Нет, берсерки пробежку свою ещё не тратили. Давайте, знаете, что тогда поставим? Конечно, из-за медления. Да, давайте из-за медления накинем. Феникс пока ждёт. Феникс пока не встаёт. Здесь людишек забафаем. Здесь влетим в друида. И получим чуть-чуть в ответ. Да что ж ты своих-то всё жжёшь, а? Попробуй убить одного. Отлично. Ну, кстати, смотрите, насколько меньше урона наносит руны чародей, чем инквизиторы. Они, конечно, забафаны и страшно. Можем, кстати, как-нибудь вот так вот сделать и дракончикам чуть-чуть опыта получить. Да, 81 опыт. Ну, ещё одного убьём. Да что ж ты всё призванох-то лупишь, а? Не, а, ладно. Я думал, сейчас будет минус тролль. Ну, нет. Ай-яй-яй. Чё не убил-то? Кто-то взял да не убил. Ну, ладно. Мы сейчас берсов назад откинем. Давай только не на Фениксе вызывай. Спасибо. Как ты негодяй? Ну, ладно. Палкой в лоб ему заехали. Так. Берсов отбрасываем. Так, отбрасываем, но ловушку ставим. Иначе они добегают. Хотя, если так вот стрелять, то и нормально. Не так уж меньше урона. Если считать несколько отрядов сразу. Так, пока подожди. И давай лупим. Лишний бою всё-таки слабенькие они. Товарищи друиды. Да хватит. Что удумал? Ну, представляете? Блин, три штуки. А сколько урон нанесли? Нет, тролль. Ты отступай. 550 слишком много. Чтобы в открытую драку вступать. Ой, как красиво встали от Феникса на следующий ход. Очень хорошо. Зачем ты грифону вперёд полетел? Ну ладно, нормально. Бабах и всех сдули. Так, здесь отбрасываем. Нечего ему делать в первых рядах. А-а-а-а. И получается, ждим. Ты прижимай. Берсы бегут. Тролли ждут. Инквизиторы, сами себя воскресите. Почему нет? Ну, против 508 всё равно как-то страшновато, честно сказать, влетать. Через броню глоты какую-нибудь можно, конечно, попробовать. Чтобы терпеть удары. Так, а он же перво атакует, нет? Давайте пока сюда встану. Так. А вот теперь что-нибудь накинем. Броня глота. То есть первый удар впитываем. А дальше по ситуации. Так, феникс, феникс, феникс. Обея вот этого товарища. Давайте его сгрызём. И просто мудки тоже не забываем. Так, а получается мы сейчас повысимся. Плюс там, на берегу, рядом с ним ещё флажок стоит. То есть лидерство у нас сейчас в порядке должно. О, 4-400. Плохо, что из-под брони ещё ответного удара нет. Так было бы совсем здорово. Было бы совсем. Можно, кстати, в барана превратить. О, кстати, ледяные шипы окружают область 3 гекса. Ледяными шипами. Ну да, это тоже из первой части. Такое, своеобразное. 68, 84. Да бей. О, 126 критом. О, 906 в ответ. Чё-то много. Мы столько воскрешаем? Должны бы. Так, а здесь, наверное, всё-таки отброшу я этих товарищей. Так. И как-нибудь вот так вот сделаем. Так. Так, вот чё будешь делать? Ага. Паладинов будешь бить. Да не, воскрешаемся. Плюс они сейчас сами себя подхилят. Да, 42. Не долетаем. Через манускоритель долетаем. Вот этот кундучок-то надо забрать. А то как-то вызвали оставить, что ли, его. Так, ну супер, повысились. Очередной уровень. 360 лидерства мы теперь за уровень получаем. Это прям вообще ещё плюс 30. Ну, обалдеть. Такой отряд флажок на 30 лидерства. Защищал. И рунные чародеи. Можно, конечно, сейчас ничего не тратить. Смотрите, у нас возрождение. 976 здоровья. А чё-то мало. Плюс 7 за каждую руну духа. Вообще да. Здесь урон подрос. Здесь беззащитность сейчас. Он умеет накидывать. Ну, кстати, возрождение он можем взять. И усилим тем самым способности всех наших юнитов к возрождению. Из магии нечего взять. Здесь... Ну, здесь неистовство неплохое. Если убиваем, то... Бонус получаем к атаке. Это прикольно с одной стороны. Да с любой стороны это прикольно. Да, я, наверное, всё-таки Воскрешение возьму. 716. 1100. 590. Вот, 598. Всё сбросилось. Так. Троллей пока 8. Нормально. Лишние пока не нужны. Так. Перчатку тоже пока не нужна. Нам ищем сапоги. Потом попробуем собрать игрушку для дракончиков. Так. А мы всех здесь можем закупить? Нам по-хорошему кто нужны? Ой-ой-ой. Нет, подожди. Ты нам не нужен. Куда-то я не туда ломанулся. На 24 уровне непобедимый. Что за человек-то такой? Сколько у тебя их там? Блин, ну тысячу варваров вообще. Тысячи, да. Тысячи это много. Проходи давай. И вот кто-нибудь заметил, сколько мы боёв провели с поясом студента? За все бои упала только одна руна. Только одна. Кстати, что-то я этого не собрал. Яйца дракончика. Так, вы, кстати, сколько теперь вызываете? На 6 тысяч. Так, нет, подожди. Где? Где товарищи инквизиторы? Товарищи инквизиторы. Товарищи паладины. Внезапно в башне магов сидят. Но мы их тоже отсюда забираем. Сколько сейчас за хил у вас? 1161. Ух, как хорошо. Так, а заклинашка теперь сколько воскрешает? 900 воскрешает. На топовом уровне 1355 будет воскрешать, но только первый четвёртый тир. На пятёрке не работает. Ну, не работает и не работает, чё ж теперь. Смертоносный. Как-то у вас тут слишком много, но с другой стороны они охраняют карту. Хотя нет, карту пусть охраняют. Пусть охраняют. Раньше времени тоже не хочется бежать там на остров какой-нибудь, который нам пока что не сильно доступен. Так, слушайте, а может здесь маги есть? Я их где-то видел. Но, но не здесь. Явно. Подождите, а может на этом, на другом маяке. Я пока не теряю надежду себе демонологов купить. Демонологи вот с этим призывом, они вообще чётко работают. А вот эти демоны бесконечные, которые прут просто из всех порталов. Там забавно получается, что если вы вызываете из портала демона, демон может забахнуть свой портал и импов оттуда призвать. Так, нету здесь никого. Нет, печально. Печально, печально. 82 демонессы. У него, по-моему, Армагеддон. Заклинание. Которое нас просто испепелит. Давайте его всё-таки как-нибудь на потом оставим. Слушайте, а давайте одним глазком сейчас вот на Текрон сгоняю. Моя серия, в принципе, уже большая. Наверное, потихоньку можно заканчивать. Мне исключительно посмотреть. Так, ну герой непобедимый. О, любимые шаманы мои стоят. Смертоносные. Но они, может быть, здесь что-то охраняют. Да нет, пока что рановато. Ну не то, чтобы прямо рановато, но... Очень сильный. Здесь мы были. Тоже очень сильный. Тоже, кстати, карту охраняет. Ну хотя, плюс-минус, в принципе, на Монтера тоже очень сильная. Чисто технически вот с этими ребятами можно зарубиться. Причем против шахтеров можно взять и этих злобоглазых. Сколько у нас сейчас их может быть, кстати говоря? 54 штуки. Ну нормально. Ладно, ребят, давайте, наверное... Хотя нет, подождите, никаких. Давайте еще один бой проведем. Еще один бой. Только вот с кем? С вами или вот с вами? Куча шахтеров. Давайте против вот этой кучи шахтеров зарубимся. Просто добрый день. Против них, повторюсь, можно было бы, наверное, злобоглазых взять. Ну 490... А, 489 можем таких себе набрать. То есть примерно... Во сколько раз их тут больше? Меньше, чем в два раза, на самом деле, не так много. Так. Ну хотя не факт. Возможно, они сейчас феникса даже с одного удара убьют. Нет, смотри, феникс выжил. Ну что они умеют? Ночное зрение умеют. Бегать умеют. И бастовать умеют. Шахтер не хочет сражаться. Во защиту увеличится на 100% снимаются все эффекты. Шахтер перестает отвечать на атаки врага. Все бригадиры получают эффект возмущения. Ну понятно. Можем, кстати, своих шахтеров призвать. На 2500. Лидерство. Ну давайте призовем 128 штучек. Ну здесь, с одной стороны, да, шаровая молния сейчас должна неплохо работать, потому что их много. К процентам соотношения урон-то гигантский должен быть. Тут феникс явно отъезжает, но при этом смотрите огнем на 2500 просто. Гигантский урон. И плюс он еще на следующий ход воскреснет. Еще даст жару. Найс, сундук стырил. Негодяй. Так, шаровая молния пошла. Она тоже должна хорошо дамажить. Но здесь вот в ближний бой вступать, честно говоря, немножко страшноват. Шокируешь? На 5000. На 5000 это хорошо. Так, сколько у вас скорость? Скорость 2. Ну, может быть, вот этих товарищей замедлить немножко на 3 раунда. Да. Людишек бафаем. Людишек бафаем. А здесь, наверное, вот так вот влетаем. Вместе с троллем попробуем вот этот отряд размотать. Здесь под своим попадаем. Беззащитность, кстати, настакиваем. Иногда, но не сейчас. Да. 138 всего лишь убьем. Забастовка. Так, нет, значит, что ты подожди. Да, сейчас вот эти пацаны поближе подойдут и нашими пацанами влетим. Спровоцируем атаку, чтобы потом безответно вшарашить. Тюк. Тюк. Давай крит. Бах, на 4500. Ну, это же не самый большой отряд, нет? Хотя это нормально, 225 сдуло. 225. Вот этих бы убить сейчас. Накинуть на паладина броню глота. Нет, не получится. Ну, ладно. В любом случае, надо вот этого товарища минусовать. Здесь, наверное, вот так надо сыграть. Здесь добиваем. Так, кто? Здесь добиваем. Тебя тоже замедление. Так, кто атакует? Духи атакует. Ты вот сюда отходишь. И давайте отбросим немножечко вот этих пацанов. Получается, они сейчас никого со своего подскока атаковать не могут. Это хорошо. Так, ты бег тратил? Блин, он бег не тратил. Тогда ждем. И ты ждешь. Просто если мы сейчас вот этого товарища убивали бы, он с бега бы сюда влетал. Бах, на 76. Ты не атакуешь? Ты не атакуешь. Хорошо. Да и я, наверное, не атакую. Лучше подожди. Подожди. Так, ну сейчас вот хорошо бьют. Это, по-моему, там сам большой отряд на 700. Еще на 3000. Да давай еще, что ли, одну шаровую позовем. Почему нет? Еще на 3000. Но если я ударю, в ответ я умираю, скорее всего. Но надо пробовать. Не, смотри-ка, выжил. Так, у вас бег. Да, у вас бег у обоих закончился. Грифон, жди. Призванный Грифон, атакуй. Маг. Да, вот этого пацана расстреливай. Ты его же. Роль жди пока. Здесь ходы Инквизитору вернем. И паладин. Паладин атакует. Да. У него много атаки. Может нормально всечь. Ну, вроде как, разматываем. Ну, хотя два еще больших отряда осталось, но... Они скорее мертвые, чем живые. Здесь замедление кидаем. Шар, ты можешь помедленнее лететь. Мы вообще никуда не торопимся. Хотя 126 нормально все. Так. Ну, давай ману ускоритель бахнем. Я, наверное, даже вот так вот сделаю. И вот так сделаю. Сейчас, конечно, понимаю, что он Феникса убьет. Но я, как говорится, к этому был готов. И теперь... Да, вот нельзя ловушку. Надо замедление кидать. Хотя, зачем замедление? Можно фантом вот так вот бахнуть. Я зачем сделал? Я думал, что атакует наш дух. Ну, ладно. Значит, придется его просто убить. Так, внимание, вопрос. Мы никого не теряли? 97, 32, 44. Да вроде никого получается. Так, ты подожди, ты подожди. Тебя тюкнут. Ты тюкнешь. Ты потом еще раз тюкнешь. И паладины тюкнут, подойдут. Да. Если бы кританули, было бы совсем хорошо. Но не кританули. Ну, ладно, в принципе, размотали. Правда, получилось, что всю ману ярость потратили. И пособирать ничего не получилось. Хотя, честно, технически можно и попробовать пособирать. Он замедленный. Распехи бога. Так, ты жди. Ты жди. Ты ярость настакивай. Ты жди. Защиту. Защиту. Паладин, отойди. И в защиту. Здесь тюк. Тюк в ответ. Кладоискатель. Можно еще один ход тогда подождать. Почему нет? Тоже нам мешает. Золото. Защита, 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 защита. Окаменела наша защита. Тюк. Тюк. Кладоискатель. Ну все. Все три клада вытащили. Ничего, правда, хорошего тут не достали. Это уже другой вопрос. Хотя, 4600. Что значит ничего хорошего. Хотя денег-то у меня уже более чем достаточно. Так, еще 6200 за бой. Супер. F5. И получается, можем и сюда. Ой, нет, подожди, а ты кто? 5700. Я влетел, что ли, в них? Я в них влетел. Не, я не хотел в них влетать. Так, я хотел вообще... Давайте, наверное, на этом момент сохранимся. С ними пока драться мы не будем. Я хочу вот сюда, в центр проскочить. Там, насколько я помню, можно будет очки для бобуры прикупить. Но это все уже будет в следующей серии. А сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.